В режиме видеоконференции под председательством заместителя губернатора Алексея Булаева состоялось первое в наступившем году заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в ходе заседания было обсуждено 6 вопросов по веске дня. Все они актуальны, но не в равной степени для каждой территории округа. Но вопросы обеспечения пожарной безопасности касаются всех. По информации заместителя начальника главного управления МЧС России по Ямалу Павла Юшина, в минувшем году на территории округа произошло всего 678 пожаров. При этом 26 человек погибли и более 100 получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Более половины пожаров, а именно 348, приходится на долю жилого сектора. Основными причинами возгорания являются нарушения правил эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожное обращение с огнем. 44 пожара произошли вследствие умышленных поджогов. Эти цифры вызывают тревогу. А статистика в целом выглядит хуже, нежели в предыдущие годы. Поэтому в феврале во всех муниципальных образованиях Ямала начнется первый этап сезонной профилактической операции «Жилье». Пожарные будут проводить инструктаж населения и вручать гражданам памятки по обеспечению пожарной безопасности, проводить профилактические осмотры мест общего пользования в жилых домах совместно с персоналом управляющих организаций. Особое внимание при этом будет уделяться адресам, по которым проживают социально неблагополучные семьи. Еще одним вопросом, имеющим отношение ко всем без исключения муниципальным образованием, является разработка паспортов безопасности потенциально опасных объектов. Всего на территории округа таких объектов насчитывается 350. В их число входят котельные, электростанции, газораспределительные пункты и прочие объекты жизнеобеспечения. И не все из них обеспечены паспортами безопасности. Впрочем, в Лабытнангах в этом плане дела обстоят благополучно. Все организации, которые имеют статус потенциального опасного объекта, на сегодняшний день в городе Лабытнанге данные паспорта разработали. Актуальность их корректировки всегда существует, но переработка пока и нового утверждения не требуется. Также актуальны, конечно, вопросы снижения пожаров, вопросы безопасности в жилищно-коммунальной сфере. Я хочу напомнить, что безопасность в жилищно-коммунальной сфере зависит не только от управляющих компаний, ресурсоснабжающих компаний, но и от самих жильцов, которые будут бережно относиться к тому, чем они пользуются.